Второй урок. Работа в цвете. Подбираем локальный цвет предметов. Локальный это значит собственный чистый цвет предмета. У кувшина бирюзовый локальный цвет. Чистыми цветами в живописи мы не работаем. В тени бирюзовый добавляем льдинку, синий цвет, а куда падает цвет лучик солнца, желтый. На палитре смешиваем и подбираем цвета. Локальный цвет у яблоки красный. Куда падает цвет добавляем красный, желтый. В тени в красный цвет добавляем синий. Локальный цвет у перца желтый. Работаем так же. Куда падает цвет добавляем в теплые цвета и оттенки. В тени холодный. Переходим на голубую драпировку. Где драпировка менее освещена, в голубой цвет добавляем фиолетовый, бирюзовый. А где драпировка светлее, добавляем желтый, охру или розовый. Горизонтальная плоскость. Она светлее и теплее. Пишем желтую драпировку. Куда свет падает. Лимонный цвет добавляем. В тени добавляем синий, бирюзовый. Под предметами показываем тени падающие. Ждем, когда работа немножко подсохнет. И начнем работать вторым слоем. Работаем над тенями. Лепим цветом форму предмета. Обязательно используем палитру, где мы смешиваем и подбираем цвета. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Прорабатываем передний план. Прописываем на переднем плане драпировку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова На переднем плане прописали драпировку. Прорабатываем мелкие детали. И этюд готов. Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова